Вот эти убрать, я Порше раз говорил, раз она отломленная, это снег, лавина с крыши упала, но так как у ней веточки зеленые, ее трогать не надо. Осенью у нас будут ягоды, калины прям на полу убрать. Это награда, кто был, по бутылке вам. Совсем интересно стало работать, правда? Все привязывают, там малину Сергея обрабатывают. Не видно, только снимают, где, правильно, неправильно. Вот там пришла и дарюшка, тоже стоит. Какие платья у девчата наших, у шестер. Так, иди-ка положи все сюда, снимай, сейчас повезу, со мной дойдешь оттуда. Я возьму лопату, покопать возьми. Ну, а гореть. Обкопать возьму? Да. Чего откопать? Скоричь, ты-то подходит. Там близко, Андрей, ты-то, не копай. Иди-иди-иди, иди-иди. Я лопату привожу, мусор к тебе. Андрей, жаль. А? У меня сразу, вы, 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 вы. Герои войны. Скорее, пока люди здесь. Я хотел собрать... С травой. Вы подгоните тачку и это... Дочь, собери, пожалуйста. Давай большую лопату сюда, вон я приеду. Перчатками. Давай, вон лопату возьми. Подожди-ка. Смотри-ка. Берем эту. В левую руку лопату. А у нас совочек есть. Собоку ничего не надо. Эти камушки не надо собирать. Так, у нее что-то там есть. Ну давай. Пойдем мы сейчас. Куда палка? Я увезу всех. Куда палка? Крестьянские дети. Крестьянские дети. За вами на помойку идти? Не слышит? Белую бумажку поставьте, когда задумаешься. Продолжение следует. А бумажку выкинули, да? Бумажку. И вот сюда вот это шиповник. Видно, что сирень. Опять шиповник. Ну и тут вот осадил я березки. Сейчас не помню, черемуха была или нет. Все как надо, глубоко, удобрил, полил. И, видимо, кому-то оно не понравилось. Ну кому? Кому может березка перед моим окном? Ну там прихожу сломанное и вот так вот выкручено с корнем. И до конца не вытащили, лень была. Вандалы. Ну я больше не стал делать. У меня было несколько раз такое дело, это лагерь детский. Шалаши. Это же прекрасно. По 10 человек в каждом шалаше. А в среднем в год у меня в лагерь приезжало 180-109 человек. Представь себе. Ну один раз только на костре было 120 человек. Это сейчас закрыли там, республики отпали, то другое. И сжигали 18 раз. Мы весной приезжаем, а одни угольки и гвоздики лежат. Все плакали. Такой труд положен. Помолились. Попросили благословения у Бога на этих извергах, чтобы они не погибли. Они, может быть, в Чечне сгорели, в армию взяли их. С Шарчиной приезжали. Милиция разбиралась. Никого нет, наверное, в армии. А в армию их отправили туда. Не дай бог, конечно, что так. Или что? Приезжали ночью с кирпичами. В палатках нас забрасывать. За 20 километров. Это новое поколение, которым мы не мешаем. В то время еще потеряли, они начинали строить. А у меня приехали люди-то такие. Я выступал в академгородке. Там ученые, профессора, академики, кого-то какого-нибудь. Ну и молодые есть ребята. Ну, кажется, что-то с собой было. Я не знаю, грузья были у них, нет. Они как выскочили с палаток-то. Как эти обратные кирпичи взяли, стоят на мотоциклах. Я кричу там, стой, никаких. Это что, мы смотреть будем? У нас дети здесь. Ну и те, как иванули, больше ни разу не приехали. Они понимают только сила на силу. Один раз, когда я остался там в сентябре, уже дети уехали. Ну и в палатке. Я помню, один был или два. Двое мы были, я не знаю даже сейчас. Как кто-то стрелят в палатку из ружья. Но это не палатка, а шалаш был. Шалаш травой, накрытый. Сверху вот такое расстояние на самом низгибе целлофаном и материи, чтобы не выгорали. Мы кричим, люди здесь нельзя. Они повыше маленько взяли. А там печка стоит и железная заслонка. Они заслонку там выше. Два или три мужика сейчас я могу не портить. Ну, когда я сказал, Алексей говорит, я знаю это что, хорохорится мужик. А у меня там квас был. Ну давай квасом их угощать, хоть как-то утишить-то. Дома-то он подкаблучник. Над ним все смеются, а тут ночью он хорохорится, чужие люди ездили на охоту, ничего не убили. А у нас-то, у меня там разные, приезжает в Агре Николай Николаевич. Четыре высших образования. Кажется, 17-ти или 13-ти кратный чемпион дзюдо по МВД Советского Союза в то время был. Житель Потеряевки, там он родился, Николай Николаевич Вагнер. Его сколько раз представляли название генерала, но он иногда хватал этого его. А он с ружьем. Он нам говорил, говорит, имея дело с заключенными, Я могу сделать такую охрану вам, что ни один заяц не пройдет. Я говорю, что будет? Ракета взлетит, ракета горит. Ты нам пожжешь, что это все. Это каждый заяц, а там лоси приходят, лоси. Я что буду делать? Да мы легли спать. Ну лось пришел, поел, коза встали. Или козел там у Леши, козел привязанная коза пришла, такая дикая к нему. Понравилось, значит? Ну а мы что, стрелять стали? Да нет. Ему что-то дать, поила покормить, попоить. Мы его не тронем никогда. И вот это только то, что люди не любят, когда кто-то делает. Я всегда вспоминаю записи Горький Максим делал. Когда первый делал был съезд каких-то труженьков сельского хозяйства, крестьяне. Ну какой-то там дворец таврический. Там такие малахитовые вазы, все, все. Когда кончилось, все вазы, все калом наполнили доверху. А канализация работала отлично. Зачем? А когда в Синляндии были там где-то то ли репины или какая-то дача была, да даже на потолок прилепили. Он на доску положит, а доска на этом, тот конец поднят, он по нему стукнет, и у него там прилипло. Вот как они делают. А почему? И он говорит, на фоне вот этой красоты этот человек понял, что он никто. Вот у меня, которые нападают, у них ничего нет. Вот он сидит там, Максимов Георгий, стоит ядовитость такой, ядовитый мужичонка. Посвященник. Ему только сказали обо мне, он ничего не считал, не веял. Он сразу псевдо, лже. Они все псевдо и лже. Я его никогда не вижу, только сидит вот такие все надутые, как будто бы их резиновые какие-то. Прости Господи. Но не христианский доживит. Сразу нападает и другим говорит. Вот сейчас он напал на каких-то там, и Вячеслав дал это, комментарий на его выступление. Хотя бы один раз зашел, он говорит, да вы ошиблись, батюшка, это же православное. А ему назад уже нет, он беспокаянный. Ему разве если нет на кого нападать? На голубина он сразу его до самой щепочки разбирает. Он теперь, Владимир Валентинович, не вздумайте его называть батюшка. Для меня он был батюшкой, останется. То есть он получает за это, его кормят, это его кормушка. Я его ни разу не вижу, чтобы что-то работал, увидел где-то. Хотя бы Андрей Кураев иногда на мотороллер едет. На мотороллер едет. Где-то с людьми. Этот нигде, он сидит только за столом, это его кормежка. Если никого нигде нету, как сейчас вот, которые люди без масок сказали штрафовать. И выходят на пост. Майор милиции выступает и говорит, задание данное, чтобы не меньше 10 штрафов было. К бабке какой-то привяжись. А мне пенсия там 8 тысяч что ли, 17 тысяч назначили. В уме, говорит, или нет. У нее ни дохода, ничего нет. Ни родных, никого нету. Если что, уважение к власти будет. Вот так и мы. И что бы мы ни делали, первый год, когда были там, мы сено накосили. Литовкой косим-то. А в колхозе-то там бывает комбайн. Косит, трава есть. Уже собрали корову у нас, лошадь. Они из Корчино приехали и забрали. А я в прошлом году здесь был. Так это территория потеряется. Прямо, прямо на задах тут, назад. Около огорода. И который это делал. Он ворует. Я пришел, у меня в мордушке рыбу высыпает. Я говорю, что же делаешь-то нам здесь. Мне еще больше брать-то? Вы еще поймаете. Ну и пошел в лес и сел покурить. Там они дерево валили. И дерево прямо на него упало. Сразу убило. Беспокан. Это я только то, что ловлю. Я им не желал. Я их не знаю. Но дело в том, что мы же такие же люди. Приехали на родину. Ты здесь ни одного дня не жил. Почему ты у меня воруешь, поносишь. Вот так. Я говорю только то, что есть. Из этого делаешь какой-то вывод. Это вот дом, который мне дали взамен то, что я выиграл, когда у меня было конфисковано. Вот здесь была надпись. Станция спасения на водах. Освод. Освод. Тут был писатель Быков Дмитрий Львович. И он сказал, у Лапкина теперь спасение на других водах. А он пошел, когда батюшка, а день рождения батюшки был. Он дал поясок. Она настолько не сходится. Батюш говорит, ну что ж ты такую мамуну. Да бог разных нас сделал. Батюшка говорит, бог нас такими не делал. Мы сами себя такими делаем-то. Я, говорит, подпаялся со другой пояс, говорит, я был как Путин на Окинаве. Ну, писатель такой известный. Вот так. Ну, пошли. Мне надо посмотреть, кто как там работает. Сергей, забери бумажку, пожалуйста, белую. Сергей. Что, он куда бы отсыпал? Ты мимо туда бросаешь? Ну, правильно, все. Так. Стоп. Чтоб не гремело, я в руки не сую. А то слишком много грохота улевуте. Так. Чапочку закупишь. Так лучше лицо рукой. Чап, ты не на это тут. Стирай сюда, правильно. Тут бумажка белая была. Вы ее выкинули. Сейчас я принесу. Ну, ладно, сейчас она идем. Лужки надо пройти, которые прямо в прошейке, там дальше ломаны. И сейчас надо кушать, собери туда, вынеси, с правой стороны, от ямы. Держите. Сейчас. Хорошо получилось. Так, а ты сейчас собачка-то? Твоя? Ох, какой он. Не, не подходите к нему, он злой. Злой. Ну, еще он кинется на барагана? Да. Он дурак какой. Чокнутый. На кого он похож? Топа не думает, красавец. Ну, ладно, ладно, работать надо. Как ему это, не бульдог это? А, порода-то как называется? Шарпей. Как? Шарпей. Такого не слыхал. Шарпнель знаю. Знаешь, что такое шарпнель?